МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Новости одна за другой радуют. Даже не знаю, с чего начать с газа или с Истамбульской конвенции. Начнем, пожалуй, с газа. Итак, в октябре цена на газ для Молдовы составила 790 долларов за тысячу кубометров. Такую цену предусматривают условия продления контракта. Отмечу всего на один месяц. При этом вице-премьер Андрей Спынов уверяет, что цена для конечного потребителя не изменится. На следующей неделе глава правления Молдова-Газ и Андрей Спынов отправляются в Санкт-Петербург на газовый форум, где планируют провести переговоры с руководством Газпрома. При этом господин Спынов обещает ни много ни мало. Новый контракт по более выгодной формуле. Чего не может быть в принципе. Именно поэтому старый контракт продлевался и продлевался. Условия каждый раз обговаривались. Так отметил экс-президент Игорь Дадон, если бы удалось подлить контракт на условия, о которых мы договаривались в 2019 году, переговоры с сентября 2019 года между президентом Молдовы и России, то Молдова получила бы газ в четвертом квартале этого года по цене не выше 250 долларов. Разница более чем в три раза. И хотя господин Спыну уверяет, что с августа вел переговоры, мы заметили только поэтапное повышение цен. 440, 500 с лишним, 780 долларов, 790. А господин Корененко, что вы думаете о заинтересованности и компетентности представителей власти в газовом вопросе? В газовом вопросе мне реально сейчас жалко руководство Молдова-Газ, которое еще с августа месяца заявляло, что 30 сентября этот контракт будет окончен. В нашей правительстве, когда было принято, оно должно было, вот в рамках каких-то там трех вопросов, оно должно было включить вот этот газовый вопрос. Потому что еще за два месяца надо было задумываться о том, какая будет цена на газ. Тем более тенденция была к повышению газа. И что мы имеем в итоге сегодня? Цена такая, как она есть. В то время, как, например, страны Евросоюза, которые начали и вели переговоры довольно давно, ну, например, Венгрия покупает по 350 долларов. Я не говорю, там, Беларусь, да, понятно, союзное государство 130 долларов. Но и мы могли говорить об этом. Но, к сожалению, заявления нашего президента нам повышают цену и так далее. И давайте не будем забывать, что с момента правления Владимира Путина все-таки газовый вопрос – это один из рычагов внешней политики России. Нам это нравится, нам это не нравится. Хотим мы или не хотим? Да, но мы должны это учитывать. И когда президент говорит, это не в моей компетенции, это не политический вопрос. Нет, в этой ситуации этот вопрос как раз политический. Экономически мы не представляем, ну, ничего такого для России важного. А вот в газовом вопросе, и газ важен для нас, Россия могла спокойно, руководство Газпрома могло спокойно смотреть, как этот контракт уходит, потому что это было важно нам. Мы должны были в первую очередь заниматься этим вопросом и думать, какая там новая... В любом случае цена на газ будет повышена, но будет она 6 лей или 10 лей. Вот в этом сейчас главный вопрос. Не знаю я, какими там формулами рассчитываются вот эти газовые контракты, но по логике, когда в Европе повышается цена до 1000 евро за 1000 кубов, то... Уже больше 1000 евро, 1100 с лишним, да? 1100 с лишним. То по-любому мы будем платить больше. Вопрос на сколько в итоге-то? Господин Редницын, относительно компетенции и заинтересованности, что вы скажете? Ну, я думаю, тут можно добавить лишь то, что единственная... Единственная делегация, которая могла разговаривать с Миллером или, в общем, с руководством России, как и было предложено, ведь разговор был начат в Кишиневе между Козаком и Майей Санну, это была бы представительная делегация, то есть это либо президент, либо премьер и какие-то вице-премьеры, но никак не на уровне вице-премьера Спыну. Я думаю, что, ну, просто слушать его будут там не на том уровне, на котором делаются дела такие. Это же очень важно. То есть, ну, никто из высшего руководства не хотел, так сказать, в кавычках марать руки этим контрактам. Дистанцировались все. Они предпочли комфорт и хорошее отношение со своими друзьями на Западе, предпочли вот какому-то... не то, что комфорту или благосостоянию, а просто нормальной жизни нашего рядового гражданина. Потому что цена на газ, она, даже если 6, она уже задевает серьезно всех нас, а если это будет больше... Абсолютно все отрасли, это надо понимать. То, я думаю, 80%, 80% или даже 90% потребителей газа, но не только они почувствуют, потому что газом отапливается, то есть газом, в принципе, по сути, отапливается все у нас, а города 100%. Поэтому, я думаю, что вырастут цены просто... Таифы на отопление, не в последнюю очередь. Абсолютно. Но вот эти вещи, они, как бы, народ уже понимает. Какова будет, в конце концов, реакция народа, вот это, это, конечно, важно. Я так понимаю, что пока руководство или правители наши думают, что, ну, пока народ спокоен, пока можно выехать на инерционно, на то настроение, которое было электорально, пока вот те, которые проголосовали, не возмущаются, но это пока. Вот как только заплатим мы за первые, так сказать, по новой цене первые фактуры будем оплачивать, то я думаю, что настроение изменится резко. пока идут разговоры, пока люди говорят об этом. Но вот, когда пойдут первые оплаты или предоплаты, я думаю, что резко изменится настроение у всех. Вот как появились первые буханьки хлеба по цене выше, да, как изменилось настроение. Ну разве это повышение ценов? Да, говорится, что это да, что это да, что наплевать на такую цену. Ну, мы посмотрим. Я думаю, что реакция будет не менее жестче, но в виде это первое повышение несколько там 30 или 40 бань, да, или 50, кое-как где. Но это же не предел. Один из директоров Нарея предсказывает, прогнозирует, что к весне цена на газ повысится на 50%. Ну вот, как уже было сказано, Венгрия подписала газовый контракт с Россией на 15 лет, и цена составила 350 долларов за тысячу кубометров. В обход Украины Россия убила сразу трех зайцев, но это отдельная тема. Да, в Беларуси цена 150 долларов, в Германии 220, ну вот и в Молдове для сравнения почти 800. Главное, я хотел добавить, что уже поздно что-то делать. Понимаете, мы упустили все, точку возврата прошли. Более того, Молдова покупает за миллион долларов военную технику, американскую, чем вызывает реакцию в России, МИД, который полагает, что подобные шаги вписываются в общую линию Вашингтона и Брюсселя, я цитирую, на втягивание Молдавии в евроатлантические структуры. Это вряд ли будет способствовать укреплению доверия между берегами Днестра, дополнительно осложняя без того пробуксовывающий процесс Приднестровского регулирования. Это раз. Второе. Кишинев отказал во въезде российскому миротворцу, который возвращался на службу после лечения дома в России, на что также отреагировала уже делегация России в объединенной контрольной комиссии, возложив всю ответственность на молдавскую сторону. Вот на этом фоне включительно, господин Корененко, Ваши мысли на успехи в деле подписания нового контракта по новой формуле, очень выгодной для республики Молдова, заявленного нового контракта, или же условия продления старого, возможно. Каковы могут быть успехи в Санкт-Петербурге? Господин Ренецкий сказал, ну не с Пын уже должен был поехать. Да, я абсолютно согласен. Молдавская делегация должна была быть представительной с господином Миллером, должны были говорить люди по рангам повыше, минимум премьер-министр. Что касается задержания миротворца, то здесь, безусловно, возможно, власть рассчитывает на такой сценарий, что и поедет в Москву с тем, поскольку Россия заинтересована в том, чтобы у нас был здесь мир на Днестре, чтобы здесь была стабильность, и в принципе, держать этот конфликт замороженным, у России нет планов размораживать этот конфликт как-то, переговорный процесс косо криво идет, и вот, мне кажется, что господин... Буксует, как сказал... Буксует, да. И мне кажется, что, поскольку у нас нет козырей в этом вопросе, правительство у нас прозападное, по Крыму мы уже высказались достаточно, по другим вопросам, которые нас вообще не касаются, тоже высказались, поездили по европейским столицам, задружились с Киевом, в итоге надо в Петербург что-то везти, что мы можем предложить России. Вот господин Спыну, возможно, возьмет папочку и скажет, вот мы можем вам предложить мир на Днестре, вот мы не трогаем миротворцев, а вы нам газ подешевле, вот видите, что мы можем не пустить в Молдову целого полковника, подполковника, да, один из командиров батальонов, и мне кажется, что вот с этим он поедет в Москву, обещая стабильность на Днестре, обещая, что здесь все будет хорошо в зоне безопасности, в обмен даже может быть там поднимется вопрос об этих приднестровских номера даже, и вот с этим он поедет вот это предлагать в Санкт-Петербург в итоге, за газовые льготы. Это те карты, которые у нас есть на руках, вы полагаете? Абсолютно. Если это можно назвать картами, и каков итог после такого представления, как вы считаете? Я думаю, что Россия не будет церемониться, и нам дадут газ по полной, как хорошая. Мы же стремимся в евроатлантические структуры, вот вооружение закупаем, почему мы должны платить меньше, чем другие страны евроатлантического пространства. В этой связи я не могу не процитировать будущего посла США в Молдове, который накануне заявил в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, где утверждали его кандидатуру, если его назначат послом в Молдове, он будет тесно сотрудничать с местными властями, чтобы помочь противостоять вредоносному влиянию и дезинформации. Мы должны и дальше, я цитирую, оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по выводу войск и боеприпасов из Молдовы. И мы обязуемся защищать основные свободы граждан обоих берегов Днестра, сказал господин Локсден. Господин Дрениц, это предсказуемая, причем прямая, без обиняков, линия. Как отразиться на Молдове, на ее отношениях с Россией, как партнером по ряду важнейших вопросов? Газ, мигранты, экспорт? Ну, естественно, это односторонний взгляд на самые важные проблемы, которые здесь у нас есть, потому что пропаганда и гибридная война, она ведется во всем мире и всеми сильными державами, а обнаружить ее только на нашей восточной границе, это, конечно, нужно очень сильно захотеть, чтобы вот так посмотреть. Везде, у нас телевидение и разное, и пропаганда, пропаганды хватает на всех, и на наших собственных тоже. Поэтому, конечно, у господина посла, так сказать, свой взгляд, он хорошо заряженный, заточенный под внешнюю политику США. Я так понимаю, что они все стремятся в кавычках освобождать, как они обычно это делают. освободили Ирак, освободили Сирию, освободили Афганистан. Да, уже некуда деть. Как несчастные сирийцы после освобождения устремились во все четыре стороны, так и несчастные афганцы, где их уже деть. Поэтому, давайте отнесемся разумно к этим словам и с должным, я даже бы сказал, политическим цинизмом. То есть, человек говорит то, что ему положено говорить, и ничего, вот этот его ключ разрешения Приднестровской проблемы не имеет ничего общего с этой проблемой. С реальным положением вещей, потому что, ну, лучше бы, лучше бы мы эту проблему Приднестровской сейчас бы оставили в покое, потому что очень сложные проблемы надвигаются экономические. Тот же хлеб, тот же газ, вырастут цены и так далее. Не до Приднестровья. А вот обычно вот такие вопросы, да, полувоенные или военные, они всплывают, когда именно нужно как бы перебить запах, противный запах других настоящих проблем экономических. Поэтому они и тянут. То, что сказал мой коллега, что, возможно, Спыну возьмет одну из этих проблем под мышку и поедет в Россию, это ложные представления о том, как нужно говорить с Москвой. Абсолютно ложные. То есть намек на шантаж в Москве это гибель, это провал. То есть на карт нет, чтобы играть с Миллером. мы просто пропустили этот момент. Пропустили А ввиду чего мы пропустили этот момент? Мы прекрасно знали, что ситуация в газовой отрасли накаляется и необходимо решать вопрос здесь и сейчас. Я думаю, что в принципе даже если эта дружба с Западом мешает нормальным отношениям с Россией, то все равно хозяин нормальный он бы не постеснялся этот вопрос решить все-таки положительно. Но я думаю, что тут боязнь. Боязнь, которая идет от непрофессионализма и отсутствия опыта. Вот человек, который не уверен в себе, это люди, которые управляют, но не уверены в себе. Тот, который не уверен в себе, боится. Они боятся просто предстать перед Путиным и перед Миллером. Это большая ошибка. Там те же люди. Если ты идешь с нормальными добрыми намерениями и хочешь решить экономический вопрос, при том у нас есть традиции. У нас это делалось десятками лет и все эти 30 лет. Мы шли туда и разговаривали. Часто приходится слышать, это вообще некомпетенция президента, причем говорит не только она об этом, но и ее ближайшее Помните под Новый год почти, что оставалось несколько минут до чокания этих бокалов с шампанским и наши разговаривали еще там, пользовались наверное этим моментом и просили какие-то для себя поблажки. И правильно делали, и правильно делали, и не надо стесняться, потому что мы в таком положении. Нужно для того, чтобы так сказать народ почувствовал себя хоть чуточку, хоть на каплю лучше, нужно жертвовать своими амбициями, своим ложным так сказать положениями и так далее. Я думаю, что в конце концов не сама это так сказать дружба и не те деньги западные, которые приходят нам в виде кредитов или грантов сыграют нам злую шутку. Злая шутка придет именно от этих наших правителей, которые не уверены в себе и которые не связывают свою будущую и свою судьбу с нашей судьбой, с нами. Понимаете? У них как бы своя партитура. Они сыграют то, все, что умеют и пойдут дальше за границу делать свою карьеру. Мы их мало интересуем. Это видно по тому, как относятся они к нашим насущным экономическим проблемам. видно им до не буду продолжать. До фени. Но при всем при этом наши власти не унывают и на полном серьезе уповают на газопровод Ясы Унгены Кишинев, который будет готов к эксплуатации уже на следующей неделе. Этот газопровод сможет поставлять газ в Молдову. Сейчас разговор не о том, внимательно послушайте, сейчас разговор не о том, откуда газ, а о стоимости того газа в Румынии она выше, чем будет у нас в октябре. Даже если мы будем через этот газопровод поставлять газ из Румынии, это не значит, что цена для нас будет ниже. Совершенно справедливо заметил господин Спын. Картер раскрыл, как я уже сказал, один из директоров Нарея, который открыто сказал, что к весне прогнозируется повышение цены для конечного потребителя на 50%. Господин Карлина, что вы думаете о перспективах нового газопровода? И что может повернуть ситуацию в выгодное русло Молдовы все-таки? Да, кстати, уголь вырос в цене уже сейчас на 25%. И дрова. Уже 900 лей. Да, уже 900-950. Что касается этого, ну, реверс никогда не может быть дешевле, чем прямые поставки. Я не экономист, но я понимаю, что это тот же российский газ, который закупает Румыния, и который пойдет в обход Молдовы, через это, пойдет в румынскую трубу, из румынской трубы придет к нам. Естественно, он будет дороже, а как он будет по-другому? Ну, румыны не будут, там тоже не дураки в Бухаресте сидят, которые будут нас спонсировать, здесь датировать и так далее. Что в результате мы получаем? В результате мы получаем, ну, возможность тявкать в сторону России. Ну, в таком случае я не готов платить лишние деньги за газ, чтобы иметь такую возможность. Как бы, мы можем отказаться от некоторых там вопросов внешней политики, которые нам не принципиальны от позиций, да, от высказываний там по Крыму, да, я говорил ранее. Можно на крымскую платформу приехать, но можно там не выступать вот с подобными заявлениями и так далее. Ну, заявлением можно не выступать, но приехала и подписала на эту декларацию. Крымскую декларацию, да. Это, конечно, раздражает людей в Москве. Я говорю сейчас о президенте, да. Да, я тоже. И это, конечно же, раздражает некоторых людей в Москве. Мы можем отступить от непринципиальных вопросов и получать этот газ. А насчет реверса, ну, сколько там, сколько процентов мы из этого реверса получим, все равно у нас останется прямая зависимость от российского газа, хотим мы этого или не хотим. Плюс у нас еще есть Приднестровский долг, который тоже висит над нами, который тоже является газовым рычагом давления России. Так что от зависимости мы не избавимся, ну, никак, ну, вообще никак. Это мечты, фантазии. Что дает нам газопровод Яссо, Ген Кишинев? Ну, страхует нас? Есть такое святое понятие, как альтернатива. Вот когда спрашивают, а что нам дает? Спрашиваешь разных представителей власти, они говорят, альтернативу. Ну, альтернатива сама по себе, вот она такая, такая вещь ценная, это ценность. И пока вот альтернатива эта существовала даже тогда, когда не было, в природе не было этой трубы, да, она все равно существовала. Да, уж сколько мы о ней говорили. Она как-то грела, грела она определенные политические, так сказать, амбиции. Да, амбиции и даже некоторые политические силы. Вот сейчас она будет продолжать греть. То есть, я говорю, что альтернатива работает опять на власть, а не на нас, потому что альтернатива, она греет власть, а не греет народ. Это хорошо, что будет еще значит, один источник. Это хорошо, если предположить, что, скажем, там, вдруг Украина закроет там этот кран, грубо говоря, да, и мы не получим... Вентиль, в данном случае. Хорошо, вентиль, да, вентиль, вентиль. Закроет, это более научно. Вентиль закроет, и мы не получим, и получим, ну, сколько там, я не знаю, это же не может обеспечить всю нашу экономику. Презентуру. Да, и кондрицу, и президентуру. Это неправильно, но у вас принято говорить не администрация президента, а не здание администрации. Господи, ну, повторяю, президентуру. Мы можем, то есть, делать догадки и даже острить насчет этих наших правителей, но вот мы говорили до передачи, что мы даже не знаем, как выбрать эту тональность, чтобы высказать так, чтобы, ну, не то, чтобы дошло, но хоть, чтобы что-то зазвенело, да, если не в головах правителей, то где-то около. Да звенит, вон звенит, на вот этом фоне раздражения. Сегодня парламентским большинством 54 голосами была ратифицирована спорнейшая Стамбульская конвенция. Напомню, из нее, кстати, в этом году вышла Турция, из Стамбульской конвенции. Конвенция Совета Европы, Стамбульская конвенция, о предотвращении борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. В ряде стран конвенция критикуется, ее критики считают размытым понятие гендер и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности. Ее подписали, но не ратифицировали. Великобритания, Болгария, Армения, Венгрия, Украина, Чехия, Словакия, Литва и Латвия. Не подписали вообще Россия и Азербайджан. В нашем случае сегодня парламентарии Блока коммунистов и социалистов призвали не вносить этот вопрос в повестку заседания, но их просьбы не удовлетворили. В результате оппозиция покинула зал заседания. Этот документ пропагандирует чуждые народу Молдовы ценности. Наша фракция не хочет участвовать в этом постыдном действии, заявил депутат Блока ПКРМ, ПСРМ Григорий Навак. В Блоке отмечают среди прочего я сейчас процитирую господина Цирдио Конвенция нацелена на разрушение традиционной семьи, церкви, всей системы социальных связей, уничтожаются понятия отца, матери, женщины. Напоминает господин депутат, что в статье 4 пункт 3 Конвенции дается определение пола как социально сконструированные роли, модели поведения, действия, атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин. То есть вы сами можете выбрать свой пол, изменить его, отрицать его и так далее. Пол – это не биологическая данность, а ваше понимание, так сказать, субъективное ощущение. Отсюда появляются такие странные определения, как трансгендеры, бигендеры, гендер-квиры, а гендеры и тому подобное. Это мнение господина Цирдио. Господин Кореенко, вот ваш взгляд на происходящее. Сегодня вдруг мы принимаем Стамбульскую конвенцию, учитывая, что мы традиционное государство, у нас все иначе, нужно долго к этому идти. И я уж не знаю, к чему это приведет. Смотрите, учитывая, как они подлинно попытались ратифицировать эту конвенцию под вечер, когда там журналисты ушли, и они думали, что это просто пройдет незамеченным. Когда эту конвенцию хотели ратифицировать, когда этот вопрос обсуждался в Польше, Украине, Венгрии. Насколько я знаю, в Украине были приглашены главы всех церквей, которые обсуждали. Были широкие общественные слушания. У нас никаких общественных слушаний не было. У нас буквально включили. В Польше что там было вспомнить? Это бунт. Да, абсолютно бунт. Я понимаю, на что идет расчет. Когда у нас такие проблемы с пандемией, с газом, цены... И причем с сегодняшнего дня у нас приняты новые условия относительно борьбы с COVID-19. Глядишь, и выйти не сможем пообастовать. И людям не до Стамбульской конвенции. Многие первый раз услышали, что такое Стамбульская конвенция. И действительно, если понимающие люди не поднимут сейчас вот этот вопрос, не будет это обсуждаться, но уже поздно. Они приняли сегодня эту конвенцию. Понятно, для чего они принимают. Сейчас нужны новые кредиты на Западе. И они должны как-то вытаскивать эту экономическую ситуацию. У нас повторяется то же самое, что было с законом о равенстве шансов. Когда у нас вот эти европейские кредиты не давались, пока мы не примем конвенцию о равенстве шансов. Но тогда хотя бы был какой-то общественный резонанс. Тогда было время собрать, были обсуждения. Ну, Майя Санду прекрасно учениться Влада Филата. Она учла все его ошибки. И вот под шумок они принимают эту конвенцию. А конвенция действительно очень и очень спорная. Там есть, опять же, вот вы сказали правильные моменты. То, что есть размытые понятия гендера. То есть, у нас в стране, в которой живет традиционная страна, и мы не находимся... традиционными ценностями я настаиваю. Да, и у нас проводятся вот такие. Дальше, конечно, эта Стамбульская конвенция это основа для других законодательных актов. А там, может быть, уже законодательные акты будут касаться, не знаю, там, какого-то партнерства гомосексуального и так далее. То есть, это заложенная основа к этому. Ну, да, и возмущает то, что абсолютно не было никакого контакта с гражданским обществом. И понятно, что гражданское общество в большинстве бы своем высказалось бы категорически против ратификации этой конвенции. Даже не посчитали нужным. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим разговор о том, как будет внедряться это в нашей стране сразу после нее. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Сам факт вообще принятия в Молдове конвенции, чем это чревато для нас? Главное, чтобы нас правильно поняли, чтобы нас сейчас не обвинили на то, что мы, так сказать, набросились на секс-меньшинство. Дело не в секс-меньшинстве. Не в них, абсолютно. Тут дело в абсолютно новых европейских или мировых даже ценностях. Это не те традиционные европейские ценности, которые, в общем-то, произошли и охранены христианством. Эти все ценности нас объединяют. И Европу, и Россию, и все, что между ними. Тут дело в касте безбожников. Каста безбожников, которая, в принципе, потихоньку творит другой свой мир, то есть безбожный. И мне интересно сейчас, самое интересное, это позиция нашей церкви. Ведь вспомните, что недавно наш спикер Игорь Гроссу встречался с митрополитом. Вот это наводит на мысли, о чем там они еще говорили, кроме божьих законов, конечно. И я вспоминаю, что у нас приняли очень тоже трудно, и была большая баталия. Сейчас нету никаких баталий между церковью и государством. Все как-то прошло тихо, гладко. Не знаю, придут ли наши... Закон о равенстве шансов. Да, закон о равенстве шансов, когда он обсуждался кое-как. Он хотя бы обсуждался. И я помню, тогда Синод сказал, что предаст анафеме всех, кто связан, всех, которые хоть словечко сказали в пользу этого закона о равных шансах. Приняли закон. Никто абсолютно не пострадал даже морально. Абсолютно никого не предали анафеме. И вот сейчас я жду реакции церкви. Потому что тут абсолютно ясно, что если разрушается семья, то есть весь этот закон направлен на разрушение семьи, если уже нету папы, мамы, а есть родитель один и есть родитель номер два, то это прямой удар по христианству. И не только по христианству, по любой традиционной религии. А нас здесь в Молдове как-никак 90% православных. И хотя мы как бы не все оцерковлены, но мы традиционные, так сказать, верующие. Я тоже традиционный. Я не имею права критиковать церковь, так как я не внутри ее. Я традиционный тоже. Но тем не менее, я думаю, любой христианин, даже тот, который ходит только в церковь на Пасху и на Рождество, или даже не тот, даже шире, даже тот, который не ходит, а посылает через своих знакомых или родственников эту корзинку с калачами, чтобы осветить. Вот все эти будут против. Теперь посмотрим, как это выразится реально, вот это сопротивление. Мы же можем приняться. Но я, даже если я не имею права критиковать митрополита и синод, то я все-таки вправе, как гражданин, ожидать их реакцию. Вот если сегодня приняли, то я жду до 12, что будет реакция. Или хотя бы завтра, даже если завтра, суббота, так сказать, ну перед службой, перед службой во всех церквях, я жду, что митрополит что-то скажет, а наши... И митрополит что-то скажет. И я понимаю, вы говорите сейчас об отношении церковь-государства и в каком сегодня они, так сказать, Ну это более принципиальный вопрос. Это вопрос, то есть верим мы, христиане ли мы или нет. Вот если мы ничего не скажем, и церковь завтра, и хотя бы завтра ничего не скажет, значит, мы отдаемся в руки этих безбожников. Потому что это и есть безбожники, которые творят совсем другой мир. Мир, который ничего не имеет общего с нашей верой и с нашими традициями. И вообще с традициями человечества. Потому что люди, они, в общем-то... Здесь даже не сколько о вере идет речь, сколько действительно, а... Но, понимаете, вера, она что... По биологической составляющей, в конце концов. Она очень переплетена с нашими традициями, и даже историческими, понимаете. Тут возле этого первобытного костра была все-таки мать, отец, ребенок, жили они вместе. Причем ребенок определенного пола, мальчик или девочка. Абсолютно. Если есть эти девиации, которые мы называем секс-меньшинствами, ну, бог с ними, закон их охраняет. Есть уже вот у нас достаточно рычагов, чтобы их охранять, если есть эти девиации. Чтобы не подумали вдруг, что мы как-то организовали тут в вашей студии наступление на них. Нет. Дело не в них. Дело в касте безбожников, которые уже взяли в свои руки мир и творят с нами, что хотят. Если вы хотите превратить весь мир в жертву этих безбожников, которые меньше процента, наверное, а диктуют свои условия и свою волю всему миру, то пожалуйста. Но я думаю, что хотя бы для приличия должен выйти сегодня вечером или завтра митрополит. И если не всему народу, хотя бы передать какой-то, извините, привет своим подопечным. Чтобы послезавтра в церквях мы услышали что-то, связанное со словом Божиим, против этой касты. Понимаете? Это намного серьезнее, чем кажется. Абсолютно верно. Поэтому, собственно, мы с вами сегодня и поднимаем этот вопрос. Господин Корененко, и как далее вопрос гендера будет подниматься? В школах, в детских садах, где угодно, в конце концов? Ну да, это создает почву для поднятия этого вопроса. И вот по поводу митрополита. Я не уверен, что сенат митрополит еще знает, что такое Стамбульская конвенция. Они сначала ее прочитают, а потом сделают выводы. Я думаю, с этим проектом и был там Игорь Гросс. Не знаю, в чем. Скорее всего, не вопросы веры они обсуждали. Это наши предположения. Да, действительно, мы идем в атаку на сексуальное меньшинство. Они часть Молдовы, они часть общества. Они работают, и они защищены законом. Да, так или иначе, у них есть закон о равенстве шансов. Он был принят с широким обсуждением. Переломил тогда Филат через ногу парламентариев. И они проголосовали за это. Но сейчас, действительно, почему страны отказываются от того, чтобы от ратификации этой конвенции отзывают свои подписи. Не ратифицировать, не подписывать. Потому что, действительно, это очень спорная конвенция. Там есть моменты, где действительно неопределенный пол. Это что получается? Сейчас можно принимать закон, где будет говориться, что давайте исключим, допустим, подает семья документы в школу, и там не будет графы пол. Там просто будет Ванечка, Петечка. Может, Петечка от себя чувствует девочкой. Да, извините. Почему скандальная, собственно, эта конвенция? Потому что в ней читается дезорганизация общества и направление против семьи и брака. И во многих странах воюют с ней. Несколько говорят о насилии женщин в семье и не только. А именно об этом, вот это важная часть этого соглашения. Да, потому что насилие над женщиной, против насилия, против харассмента, это такая сладкая обвертка. Потому что кто же в нормальном обществе будет выступать за насилие, за харассмент, за плохое обращение женщины? Да, но потом-то идут уже вот эти все пункты, которые действительно размывают понятие семьи, размывают понятие гендера, размывают понятие традиционных ценностей. И вот в этом опасность. Это сейчас создает фундамент и почву для принятия действительно ряда законов, где мы можем из документов исключать гендер, из школьной программы исключать гендер, запретить на уроках обращаться, он, она, или ученик, ученица и так далее. Вот что мы в итоге получим, что оно обращается. Неизвестно, как скоро, то есть не завтра, естественно, это произойдет, но путь уже намечен. Когда нависнет следующий европейский кредит. Я хотел бы уточнить, может, кто-то не понял до конца. К касте безбожников я, конечно же, приписываю всех этих 54 депутатов, которые проголосовали за закон в первом чтении. Они наверняка настаивают на том, что они борются против насилия в семье, потому что закон именно так звучит, не закон, а конвенция это выделяет. Я уверен, что они совершенно хорошо поняли, что они проголосовали, потому что об этом споры не идут в Молдове и идут первый день. Весь мир это обсуждает, и вы говорили про бунт в Польше. Я не думаю, что даже рядовой, самый рядовой депутат, который оторван от мира и занимается только своим бизнесом, не знает, что такое и почему случился этот бунт в Польше. Лично я, не знаю, как другие христиане, лично я не подам руки ни одному человеку, депутату, нашему правителям, которые проголосовали или поддержали этот закон. Ну, кстати, Анджей Дуда высказывался в свое время против однополых браков и критиковал людей, отстаивающих взгляды ЛГБТ-сообщества. Но это уже другая история. С другой стороны, там Польша разделилась надвое, выходили женщины, выступали за... У них символические демонстрации были, выражали недовольство решению правительства выйти из Стамбульской конвенции хотели. Женщины же говорили, нет, это очень важный документ, мы должны принять. В общем, целая история... Так, Польшу разделила надвое не сама проблема эта, а деньги европейские. Потому что, ну, не принимайте закон, значит, не будут деньги, поэтому не разделились. Как и у нас будет. Если мы не принимаем европейские законы, то и у нас не будет денег тоже. Ну, так ЕС же указал Польше на важность принятия Стамбульской конвенции. Все, собственно, понятно, что тут обсуждать. Другое дело, как это все, во что это выльется в нашей стране, чем это обернется, учитывая традиционные ценности Молдовы, исконные. Хорошо. Между тем, мы дождались с вами, наконец, очередного опроса общественного мнения, первого после выборов, его провела Айдата. По данным компании, в настоящее время Майя Санду пользуются доверием 37, ну, почти 38% респондентов. Тем не менее, это свидетельствует о снижении на 2% по сравнению с рейтингом, зарегистрированным в июльском опросе Айдата. Снижение почти на 5% доверия зарегистрировал лидер ПСРМ Игорь Додонов. В настоящее время 15,5% заявили, что доверяют политику, в то время как в июльском опросе было 20,3%. В то же время падение вопроса зарегистрировано и у партии ПАС. Если в июле после парламентских выборов около 37,5% респондентов заявили, что проголосуют за ПАС, в настоящее время их количество сократилось до 35,3%. Касательно блока коммунистов и социалистов тоже падение 20,5%. На выборах взяли 27,17%. На 12,4% упало количество людей, считающих, что Молдова движется в правильном направлении. Растет желание вступить в Евразийский Союз, в ЕС падает. По части активности у премьера Гаврилицы всего 3,5%, у спикера Гроссу 7%. При этом за партию ШОР, что удивительно, а возможно и нет, готовы проголосовать более 7%, а как мы помним, она прошла почти с 6% в парламенте. О чем говорят эти цифры, господин Ренинс? Начнем с президента. Ну, говорят, во-первых, о противоречивости всех этих данных. Потому что, если растет настроение, чтобы мы вошли в Евразес, то, в принципе, должно падать сильно, сильнее должно падать, падать рейтинг Маисанду, так как она прозападная. Падение не критическое у нее. Падение не критическое. год фактически прошел. Об этом тоже можно поговорить в одной из следующих программ. что, собственно, мы поняли за год правления. Но, во-первых, нужно сказать, или во-вторых, во-первых, я уже сказал, во-вторых, нужно сказать, что научность вот этих результатов соцопросов у нас очень подвержена сомнению. Хорошо. В какой мере отражает действительность вот этот вот опрос? Мы все понимаем, все, да, но тем не менее. Понимаете, я готов согласиться с этими цифрами. Пускай это не совсем научно. Я не могу обвинить и дата ни в чем, потому что я не знаю, что там произошло. Я готов согласиться. Но тем хуже для нас, если эти данные собраны после того, как мы узнали, что выросла цена на хлеб и вырастет до 24 сентября и вырастет цена на газ, а электорат Майсандо остается такой же почти снисходительный к вожаку, то я сожалею об этом, сожалею о том, что люди еще не открыли глаза. Я понимаю, почему слишком было большое желание переломить ситуацию, изменить ее. Даже к избавлению, ведь в виде пас социалистов до сих пор обвиняют. Говорят, это вы виноваты в том, что вы привели такую власть в стране. Вот правили бы замечательно вместе с президентом во главе. И не было бы сегодня пас у власти. Ну, да, нужно найти всегда виноватого, лишь бы не я. Я хочу продолжить. Люди рады всегда себя обманывать. Они обманули себя, когда проголосовали за Майсандо. Сейчас они продолжают себя обманывать, думая, что может что-то еще обманываться. Ах обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться. Может быть, это временно. Но это не временно. Это тенденция. Я думаю, что эта тенденция приведет к очень большому разочарованию уже к Новому году. Все ждали, что правительство Гаврилицы падет к весне, после зимы. Кто это ждал? Это так прогнозируется. Может быть, никто и не ждет этого? Я думаю, что... Сейчас как покажет на следующей неделе успехи господин Спыну, как разберется с Газпромом и заключить новый контракт по новой форме и будет всем счастьем. На самом деле это было бы благо. Это было бы хорошо, если бы он вернулся и мы не платили такие бешеные деньги за этот газ. Я думаю, что... Кстати, не критическое падение Майя Санду, конечно, но сегодняшняя новость интересна на фоне проседания президента. Первое. Два миллиона леев выделены дополнительно администрации президента. сегодня в парламенте рассматривался в том числе проект поправок к закону о бюджете, который предусматривает среди прочего выделение президентуре еще двух миллионов леев на дополнительные расходы. В этой связи хочу напомнить, что в избирательной кампании президентской и сразу после выборов госпожа Санду она заявляла, что не будет жить на президентской вилле в Кондрице. Она действительно там не живет. Вилла уже несколько приходит в недолжные витый упадок сократит расходы на президентуру и даже планировала вместить в здание администрации президента офисы ряда государственных учреждений. Это чрезмерная роскошь для бедной страны, говорила госпожа Санду. Сегодня же министр финансов господин Будянский, представлявший этот проект поправок в закон, пояснил, что эти деньги пойдут на зарплату персонала. Это как понимать сегодня, господин Корин? Не знаю, я думал, цветы подорожали. И это очень странный вопрос, потому что предыдущего президента очень много критиковали раздутые штаты, 180 человек. И на каких условиях турки ремонт делали? И здесь мне очень странно, потому что у нас президент, который очень часто повторяет фразу, даже в телеграме появились эти стихеры, это не в моей компетенции, это не в моей компетенции. При этом этот штат советников все раздувается, зарплаты повышаются, плюс еще там иностранное финансирование есть такое. И здесь очень непонятно, какие зарплаты, на что. Ну, если там работают такие сотрудники, то, скорее всего, надо повышать им зарплату, чтобы еще раз говорить, что это просто определять те области, которые находятся вне компетенции президента. Больше иного я не вижу. Мне бы хотелось, кстати говоря, ваше мнение спросить, так попутно вы сказали о том, что куда уходят эти деньги, сколько, какова заработная плата. Относительно вакцин, Pfizer, госпожа Гаврилица говорит, я не знаю, спросите у депутатов, у кого, у каких депутатов, спросите, госпожа Немиренко не открывает нам карты, мы не знаем, сколько стоят вакцины, за какое количество денег их закупили, почему это секрет, почему это тайна за семью печатен? Ну, очевидно, потому что там есть беспорядки, то есть там кое-что они своровали, да, и своровали, ну, например, если посмотреть на соседнюю Румыну, где не только журналистские расследования, но расследования прокуроров показывают, что, во-первых, закупили слишком много, непонятно, почему, потом, это потому, что они не рассчитали, да, часть, большая часть пришла в негодность, часто они перепродали, вот, они же обвиняли правительство КИКу в том, что они закупили вакцины по повышенным ценам, вот, интересно, вот, интересно узнать, мы кому-то перепродали, и за какую цену, и за какую цену купили, и может быть, мы купили, то есть, не по той цене, хотя, если нам дали, как я, вовсе не по льготной, а по завышенным ценам, да, то есть, там что-то кроется, поэтому и не раскрывается, когда не раскрывается, значит, 100% бабки не ходи, что там какие-то, должны были через госзакупки проводить эти все тендеры, определить компанию, но удивительно, что в пандемию госпожа премьер не знает, какое количество, и за сколько, в конце концов, это еще один из самых важных вопросов, и тут вы... Тут такой вопрос, очень сложный, значит, эти вещи, когда переходят границу, они регистрируются, и поступает какая-то денежка обратно, когда приходит товар, обычно туда уходят деньги, а вот денежный след, он такой, знаете, твердый, он подается проверке, спокойно. Абсолютно, да. Вернемся все-таки к опросам, это я покутно спросила ваше мнение, а чем объясняется такой низкий рейтинг госпожи Гаврилицы, господина Гроссу? Ну, Гаврилицу и Гроссу изотмевает личность Майя Санду, все-таки, если мы говорим даже о парламентских выборах, все-таки не столько голосовали за ПАС, сколько голосовали за Майю Санду. Сейчас это такая, хотим мы этого или нет, но это весомая фигура, при этом ее окружают люди довольно невзрачные и на эти посты тоже назначаются люди, не назначают, нет каких-то ярких людей, которые бы своим, своей харизмой, своим профессионализмом смогли бы затмить нашего президента. Вот отсюда, рейтинг ее соратников, он не будет расти, потому что вот таких они подобрали, да, вот таких людей, которые не смогут затмить лидера. Ну и сейчас, почему ее рейтинг не быстро падает, потому что нет на правом фланге альтернативы. У нас на правом фланге избиратель уже готов потерпеть этого, потому что другой альтернативы нет. Правый фланг полностью зачищен, там нет какого-то яркого политического лидера, нету яркой политической партии. Настаси убрали, ЦИК убрали, всех, кого могли бы убирать. Ну, возможно, еще ожидания все-таки, ведь главный лозунг был борьба с коррупцией, ждут и смену генерального прокурора, и видите, как у них такое, сами назначаем, сами увольняем, сами решаем, насколько неподкупные назначенцы и так далее. Абсолютно верно, и есть какой-то кредит доверия, и он был огромен, и, конечно, он потихоньку будет улетучиваться со временем, это... Да, на наших глазах, смотрите, что творится с ЦИКом, более того, они еще будут менять правила игры во время игры, во время выборов они приняли такое постановление. Ну, и угроз у них. А смотрите, что творится с аудиовизуалом. Что это такое? Там везде свои люди, только свои люди. Как сказал Юсим Виссарович, кадры решают все. Кадры решают все, да. У гаврилицы и угрозы нету своей позиции. Они все время, как ревербератор, повторяют то, что сказала Майя Сандо. Абсолютно. Но говорят, что там зреет внутренний конфликт в самой партии ПАС. В самой партии ПАС. Между президентом и премьером вполне возможно. Но это, опять же, из разряда слухов и догадок. Так что, в любом случае, у нас сегодня... Как оппозиция действует? Вот как? Даже учитывая соглашение Стамбульское, прошу прощения, конвенцию Стамбульскую, как вы для себя определяете поведение оппозиции на текущий момент? Ну, оппозиция должна в данном случае быть более поактивнее. Просто уходить в заседание не надо было, как мы говорили, а надо было все-таки как-то противодействовать. И сейчас надо провести серьезную информационную кампанию, потому что у нас люди не знают подводные камни вот этой конвенции. Надо как-то расшевелить общество, надо объяснять людям, чем это чревато. Надо объяснять людям про вот эти газовые контракты и так далее. Задача оппозиции, сейчас оппозиция достаточно спокойно себя ведет, но должны быть более поактивны, потому что над правительством и над президентом всегда должен висеть вот этот домоклов-меч оппозиция, оппозиция, которая на следующих выборах возьмет власть. И может быть это как-то стимулирует мозговую деятельность в правительстве и президентуре, чтобы хотя бы как-то решить вот те насущные вопросы с газом, с пандемией и так далее, которые вот сейчас нависли. Ну и конечно же разрабатывать альтернативные решения, альтернативные решения правительству, предлагать их, выносить общественности. У нас пока оппозиция пока тихая, выжидает. Я надеюсь, что это не будет четыре года. Ну смотрите, касательно вернемся к опросу блока коммунистов и социалистов, тоже падение 20,5%, хотя на выборах набрали 27,17%. На 5% в плане доверия Игорь Дадон показывает, в настоящее время 15,5% респондентов заявили, что доверяют политику, в то время как в июльском вопросе больше 20% было. Вы это с чем связываете? Ну с тем, что проиграли. То есть проиграли, значит естественно какой-то отход некоторого электората, потому что разочарование, они хотели, чтобы победили, как всегда. И это естественные потери после выборов. Естественные потери. очень показательные партия ШОР, понимаете? Ну партия ШОР, она как бы выдержала экзамены, это раз. Везде падение, а тут, понимаешь, пускай опять же высокий, но рост. И в общем, те, которые были задействованы в задействованы партией ШОР на выборах, наверное, до сих пор чувствуют это удовлетворение. в том числе материальное, потому что они участвовали. Что касается оппозиции, то я думаю, вот в этом последнем случае, то если все-таки церковь не выскажется, как подобает по этому вопросу, я думаю, что оппозиция должна искать встречу с нашими руководителями церкви. И после этой встречи сделать вывод, как дальше действовать. Этот вопрос, он очень и очень продуктивен для оппозиции, если знать, как его подать обществу. Вот мой коллега сказал, сначала нужно разъяснить, что это такое. А это, конечно, рак для общества. Не хотелось бы на этом заканчивать эфир, но, к сожалению, время наше вышло, есть о чем подумать нам всем. Я напоминаю, в студии сегодня был политолог Александр Корененко и журналист Валерий Реницы. Спасибо вам за эфир. Дамы и господа, до встречи на канале НТВ Молдова. Всего самого доброго, несмотря ни на что. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова